Должны ли дети воспитываться в решении проблем между родителями, либо родители не должны это делать? Родители должны решать проблемы так, чтобы ребенок не слышал этого. Но, понимаете, этот ответ не меняет ничего в нашей жизни. Потому что, когда родители решают проблемы, они ничего не соображают. Они просто ругаются, они не крыша съезжает просто. Потому что у нас нет культуры общения. Вы знаете в едической культуре детей, прежде всего, чему учили? Их учили общаться в стрессовых ситуациях, общаться с старшими. То есть ребенок воспитывался до определенного количества лет, до 10 лет. Просто воспитывался в общении. То есть ребенка отдавали к святому человеку, это называлось гуру-кула. Гуру означает наставник, кула означает школа. Ребенка отдавали к святому человеку на воспитание. Понимаете? То есть он воспитывался, как себя вести правильно, потому что это самое главное в жизни. Ты хоть пять образований имеешься, ты не знаешь, как с женой разговаривать. Ты невоспитанный человек. И люди, когда они попадали в семью, они уже знали, как решать конфликтные ситуации. Они уже знали, как себя отвести. И эта культура сохранилась в каких-то странах. Если вы, допустим, приедете в Таилан и не будете смотреть, кто там юбки одел, а кто брюки, а пойдете просто и посмотрите на людей, которые там живут. Я, например, видел такую ситуацию. Западный человек оскорбил тайца в магазине. Он вот так отошел от него и говорит ему, вот так вот, положил руки. Ты говоришь, лучше меня ударь, чем говори плохое слово. Понимаете? То есть он накричал на продавца, что ты его неправильно обслужил. И он спокойным, совершенно нежным, мягким голосом дал такой ответ. Знаете, как это отрезвило? Он такой, не знаю, что ему сказать дальше. Это же правда. Нет культуры. И что вы меня спрашиваете, перед детьми пеной брызгает или без детей? Если мы пеной брызгаем, мы не думаем о том, есть дети рядом или нет. Потому что человек в это время ничего не соображает. Если ты видишь, что близкий человек начал на тебя давить, значит, через него действует пока карма. В это время с ним нельзя общаться. Надо немедленно покинуть это место, уйти. И все. Ничего не объясняя. Просто развернуться и тихо, спокойно покинуть место. И все. Потому что если ты будешь объяснять, все равно будет скандал. Просто ничего не объясняя. Развернуться и покинуть место. Все. Это означает культура отношений. А потом, когда он успокоится, подойти к нему, очень смиренно, нежно подойти и просто его успокоить. Не говорить о том, что произошло. Просто успокоить. Все. Потому что когда ты его успокоишь, ему станет легче, он перестанет ругаться. Почему люди ругаются? Они думают, что у них проблема какая-то есть, поэтому ругаются. Они ругаются, потому что их просто стало плохо внутри. И они эту проблему сразу находят в себе. Вот и все. Поэтому надо просто учиться правильно общаться друг с другом. И тогда дети будут счастливы. А не думать с детьми, перед детям ругаться или без детей. Все равно они же чувствуют эмоцию. Можно даже не ругаться при них. Ребенок очень четко знает. Мама плохо себя чувствует, папа плохо себя чувствует. Между ними проблемы. Почему? Потому что ребенок, он как зеркало. Он все видит, все чувствует. К нему ничего не скроешь вообще. У него просто психика работает очень чутко. Очень чутко. Ничего не скроешь. Но нет смысла скрывать. Надо просто знать, что любовь всегда побеждает. Просто пообщались друг с другом. Прощение попросили друг друга. У ребенка просение попросили. Подошли к нему и сказали. Прости нас, сынок. Мы поругались, но мы будем стараться жить милее. Он скажет, хорошо, мама, папа. И все будут счастливы. Родители иногда с тупым видом. Пытаются перед ребенком показать, что они хорошие. Это как в цирке, понимаете? Когда клоун надевает на себя что-то большое, а сам такой маленький. И все смеются, понимаете? Ребенок же все видит. Ребенок — это сердце семьи. Когда у ребенка нет, жена — сердце семьи. Самое чистое сердце у жены. Потом он все видит. Перед ней ничего не скроешь. Нет смысла оправдываться. И так все понятно. Когда ребенок появился, ребенок — сердце семьи. Вы не смысл перед ними умный вид делать. Перед детьми. Вот он все знает, все видит, все. Просто извинились и все. И он будет счастлив, что родителям есть взаимопонимание. Иначе он будет замыкаться. Вот так вот жить. У мусульманских государств, многоженство. Как разъяснить? Чего он беспокоится насчет этого? Чего он беспокоится? Чего он беспокоится? Многоженство. Да нет, я знаю, почему он беспокоится. Потому что завидует. Завидуют или хотят оправдать свою любовницу. Допустим, человек — любовница. Надо же как-то оправдаться. Вот мусульманских государств, коллег Геннадьевич, многоженство. А у меня тоже многоженство. Просто с одной женой я живу, а с другой развлекаюсь. Одна у меня явная, другая тайная. Это не женство. А? Да, да, конечно. Мусульманских странах, да так? Там как-то по-другому все. Сейчас вам объясню, как там. Я изучал эту тему. Сейчас вам объясню, как там. В мусульманских странах девочек воспитывают с детства. Что у них такая может быть семья, в которой есть две сестренки, у которой один муж. Два близких человека, две женщины близкие, у которых один муж. Это значит, что они могут вместе беды терпеть, вместе как бы решать проблемы. Женщин, когда несколько, им легче жить. У них национальная поддержка, понимаете? Они могут общаться друг с другом, могут поплакаться друг к другу, они могут поддержать друг друга, понимаете? Когда женщины не завидуют друг другу, когда у них один муж. Но в нашей культуре это невозможно. Почему? Потому что, когда у женщин, у двух женщин один муж, у русских, они просто друг друга загрызут. И все. Почему? Потому что нет культуры. Не воспитаны так женщины. У них нет такого воспитания. Все. Вот как хотите, это вы понимаете. Как хотите. Вот, допустим, сейчас пройдем с астатистской. Здесь есть мусульманки или нет? Есть хоть одна? Вы меня понимаете, о чем я говорю? Они понимают. Все остальные понимают? Поднимите руку, кто остальные понимает, о чем я говорю. Не так много. Остальные не понимают. И не надо париться. Если вы меня спросите, как на Марсе сексом занимаются, я, допустим, вам объясню, и вы не поняли. Не надо париться. Какая разница? Нет, это не наша культура просто. Ну и все, значит, они там живут, у них там хорошо. У них вот там такая культура не является отоплеком. Просто это является силой мужчины. Сильный мужчина берет больше жен, ответственность женщин, больше на себя славы, меньше. Это признаком силы является мужчина. И все. И все остальные ему говорят. Уважаемый человек, столько жен, уважаемый человек. Понимая, что это очень тяжело иметь столько жен. Очень тяжело. Даже две жены иметь очень тяжело. Не то, что три. Очень тяжело. Мужчина должен быть как скала, очень сильный, чтобы иметь столько жен. Все. Уважаемый говорят, можно. Сильный человек. не потому сильно, что сексом со всеми занимается, а потому что эмоции женские может вытерпеть. Кто из вас может у своей жены эмоции вытерпеть? Поднимите руку одной. Один человек, понимаете? Жена? Да. Вот один человек, мужчина сильный. Можно второй брать? Ну, в принципе, я говорю, в точке зрения логики. Одну вытерпеваешь, можно двух. Но ни один не поднял руки, чтобы выдерживать одну только. Все, значит... Дети уже смеются. Полезно ли девушкам носить короткую стрижку и брюки? Ответил уже, видите, у меня работает здесь система. Мужчина не получается, у мужчины не получается с бизнесом, все время что-то мешает. Какую аскезу ему совершать? Хороший вопрос. Вот я люблю практические вопросы. Надо идти и работать. То есть бизнес такой, работать не получается, иди работать не можешь. Получается, все постепенно, надо встать на первый этаж. У кого не получается, тут прыгает на девятый. В основном люди все прыгают на девятый. Вот, допустим, девушка, она хочет себе там непонятно кого замуж быть, поэтому одна. Снизь планку. Встань на первую ступеньку, означает, работать над собой начни. И иди до девятого этажа. Дойдешь до девятого этажа, если можешь до него по судьбе дойти, а если не можешь, до седьмого дойди, снизь планку. Чтобы до седьмого дошла и получился мужа. До девятого, может, до старости дойдешь. Чем ты хочешь лучше мужа, тем больше сама должна совершать аскез, чтобы добиться такого человека в жизни. Планку надо въезжать иногда, иначе невозможно. Если ты, допустим, руководитель предприятия, как сделать так, чтобы больше у тебя верных людей в коллективе было? Учись работать над собой. Держи обеты в жизни. Сказалось слово, всегда надо выполнять. Так действует руководитель. Никогда нельзя не выполнять свое слово. Первый обет. Второй обет. Надо учиться заботиться о людях по-любому. Получишь ты эту выгоду или нет? Надо прежде всего организовать заботу о людях, а потом уже о себе. Понимаете, это очень ценно руководителю знать. В этом случае, сколько он может потянуть этих людей, означает, он сильный руководитель. Третье. Веди себя во всем безукоризменно. Никто не должен видеть твою слабость. То есть веди, особенно общайся. Если, допустим, идет обсуждение, молчи. Не болтай языком. Одно слово твое, оно или спасет ситуацию, или погубит. Поэтому молчи, слушай все. Потом говори правильный ответ. Один раз. И это должно быть правдой. То есть сильный руководитель — это тот, кто способен молчать. Сильный руководитель способен вести себя правильно, потому что люди в него начинают верить, и у него появляется команда. Сильный руководитель имеет команду, слабый не имеет. В команде есть свои пропорции. Если у тебя команда три человека, можешь заводить 20 человек в коллективе. Команда означает верные люди. Как у Петра I Меньшиков. Три человека есть, заводи 20 человек в коллективе, нет проблем. Есть верных 5 человек, заводи 40 человек в коллективе, 50. Есть 10 человек верных, можешь сделать 200 человек в коллективе, нет проблем. Но имеется это руководитель, имеется это те, кто тебе подчиняется, но сам может руководить. Понимаете, верные люди означают команду. Это не те, которые на деньгах сидят, они за тебя в огонь и в воду пойдут. Вот и все. Как определить, сколько я могу взять в управлении? Вот столько и можешь, сколько у тебя людей. Вот и все. Дальше. Как занимается бизнесом? Бизнес означает благочестие. Человек думает, вот я рассчитал все. Я вот это продал, это купил, это так сделал, у меня прибыль возникла. Бред сивы кобылы. Бред сивы кобылы. То, чему нас учат, это бред сивы кобылы. Знаете, как признак прибыли возникает у человека? Из благочестия. Знаете, какой признак благочестия бизнесмена? Он видит, с кем сделку заключать и видит, с кем нельзя. У него очень чистый взгляд на всех. Он смотрит, с этим человеком я документ подписывать не буду, он побанит меня. А этот человек сможет мне отдать деньги и так далее. Это означает, что он совершает аскезы, он дает пожертвования, он живет правильно, он молится и так далее. У него появляется в сердце сила видеть, кто есть кто. Это означает, что все сделки будут правильно заключаться и пойдет прибыль. Благочестивый бизнесмен знает, какой дорогой бизнес вести, потому что есть две дороги. Одна дорога, делаешь греховный поступок, допустим, водкой продаешь, быстрая прибыль и потом новое страдание. Вторая дорога, ты торгуешь продуктами питания хорошими, допустим, ты строишь кому-то дома, допустим, хорошим людям. Ты делаешь какие-то пользу для города, делаешь пользу для города. Бизнес такой, развивается очень медленно, потом очень устойчиво. В больнице строишь, там, детские сады, школы, или создаешь, или создаешь школу какую-то. Очень тяжело сделать, потом все время ты будешь счастлив. И в деньгах, и во всем. Но сделать это очень трудно, зато потом хорошая плага. Люди как бы бизнес выбирают. Где быстрее капуста, туда и бизнес. Означает, что скоро ты достанешься без штанов. Потому что такой бизнес, он очень опасный. Потому что все в этом направлении смотрят. И там идет драка за деньги, понимаете? Туда же суют лапу те, кто хочет нажиться на этом, на все. И, естественно, они загребают больше всех. Все, кто там делил, они остаются в стороне. Какие надороги все. Потому что у меня есть сила. И вот и все. Надо все эти законы учитывать, и все будет хорошо. Но ведь все эти законы означают, что пора, мне пока не рано заводить свой бизнес. Вот и все. При общении с другими женщинами, я иногда слышу от них, что они делают все, как вы говорили, но ничего не меняется. И они не становятся счастливы. Записка начинается так. В моей жизни все это работает. Одни люди трудятся над жизнью, а другие говорят. Вот, допустим, женщина рассказывает вам. Вы знаете, я вот для своего мужа была верна. Я вот жила для него, все для него делала. Он, гад, такой изменил мне, ушел от меня и бросил меня. Она все рассказала, нет? Конечно, нет. Она не рассказала, что она унижалась перед ним, что она тряслась перед его деньгами, что она наслаждалась его сексом, она была очень сильно привязана к тому, что он был рядом, и поэтому она молчала. Не воспитывала его. Он обнаглел, и поэтому ее бросил. Видите, человек, когда он рассказывает, что у него все не получается, он говорит только половину правды. Ту, которую им выгодно сказать, а другую половину правды он даже не знает. Он даже не понимает, о чем еще можно сказать, понимаете? Вот в чем проблема заключается. Поэтому не бывают таких ситуаций, когда человек вот такой несчастный, у него такая плохая жизнь, потому что ему не повезло. Всегда есть причина. И когда человек эту причину понимает, дальше надо очень много работать, чтобы ее преодолеть. Это непросто. Поэтому легче людям мыслить по-другому. Вот у меня такая неудачная жизнь, все. Это не то мышление, которое помогает жить, понимаете? Потому что очень трудно понять свои проблемы. Другие видны все, свои очень трудно понять. В этом заключается судьба человека, понять свои проблемы. Невозможно просто так. Надо молиться. В молитве все раскрывается очень медленно, по крупицам. Раскрываются все эти проблемы в результате того, что человек работает над собой. Некоторые люди приходят на консультацию, говорят, Олег Геннадьевич, скажите мне все мои проблемы. Я знаю точно, не надо все говорить, бесполезно. Если скажу все, она уйдет просто и больше никогда не придет. Потому что не унесет человек. Не унесет все свои проблемы. Человек может унести чуть-чуть, и то приходит с консультацией, говорит, Олег Геннадьевич, в личном общении очень строгий. У меня такие вещи говорят, но на самом деле это не про меня, а про какого-то другого человека. Он перепутал меня с кем-то. Потому что человек не принимает на свой счет, ему тяжело. В общем принимает, я лекцию для всех читаю, в общем принимает человек. Для себя пришел, не может. Тяжело. Говорит, а у меня нет наставника, как его найти? Наставник означает, идешь на расстрел. Наставник означает, идешь на расстрел. Когда ты на расстрел, встал, что дальше с тобой будет? Тебя будут стрелять, а ты ничего сделать не можешь. Но наставник стреляет нежно. Он говорит тебе правду, чистую правду. Ну так, чтобы ты как-то выдержал ее. Понимаете? Не то, что совсем уж с автоматом. Нет. Нежно он стреляет. И говорит столько правды, сколько ты можешь унести. Какими астеринцами заняться, чтобы победить болезни? Хороший вопрос. Но дело в том, что вытерпеть природу, в этом заключается аскеза человека. Вытерпеть природу и войти с ней в гармонию. Первое, что человек должен сделать, это войти в гармонию с природой. Означает режим дня. Рано вставать, рано ложиться, спать, вовремя кушать, вовремя обливаться водой, желать всем счастья. И правильно работать, правильно отдыхать. У меня целая книга об этом написана. Есть лекции «Время и режим дня». Человек сначала, первое, чтобы вылечиться, он должен войти в гармонию с ритмом времени. Потому что если он нарушает этот ритмом времени, то он не может вылечиться, никаких шансов нет. Поздно спать ложимся, что будет? Нарушение гормональной функции, снижение тонуса, нарушение давления, нарушение настроения, накопление грехов в сердце, истерия и так далее. Опять, человек копит в себе напряжение, поздно ложится спать. Поздно встает с постели, накапливается лень, слабоволие, опять нарушение огня, огонь, лишние воспалительные процессы в организме накапливаются. Человек теряет жизненные силы, у него нет возможности победить свои плохие черты характера, у него копится все плохое в жизни, он впадает в депрессию, поздно встает. На ночь наедаемся, разрушается жизнь. Человек вот поел один раз на ночь, плотно, сократил свою продолжительность жизни, еще раз поел, плотно, еще сократил. Когда человек на ночь плотно ест, он накапливается болезнью, сокращается продолжительность жизни, человек разрушает свою судьбу, на ночь поел. Почему человек ест на ночь? Потому что заедает свою тяжесть сердца. Когда человек приходит с камнем на сердце домой, что ему делать? Телевизор включаешь, полегче, но всё равно что-то не помогает. Надо поесть плотно, чтобы снять напряжение. Это означает потребительский подход к жизни. Человек вечером пришёл домой, ему тяжело. Для чего вечер предназначен? Для любви, в семье. Сели вместе, пообщались с любовью. Не обязательно о чём-то, просто поговорили с любовью о чём-то хорошем. Стихи почитали хорошие вместе. Раньше люди собирались, стихи читали вместе. Просто стихи читали друг к другу, и они были счастливы. Или слушали один на пианино, кто-то играет, все слушают себя. Так проводили вечера, с любовью. Женщины раньше занимались танцами. Муж приходит, она ему спуцевала. Он счастлив. Жена такая красивая. Он смотрит, он думает, Господи, как с небес спустилась. Да? А он, если вы где-то, вычисляет себя совы или жавы? Сова или жавы? Посмотрите, есть люди, которые родились до 12 часов дня. С 12 часов ночи до 12 часов дня. Это значит, что они не наказаны временем. То есть, эти люди имеют склонность рано вставать, вести правильный образ жизни. Если человек родился с 12 часов дня до 12 часов ночи, это значит, что он наказан временем, значит, что он будет склонность перенапрягаться, плотно ложиться встать, и склонность вставать с хвостей. На самом деле, есть только две категории людей. Одни — это синички, то есть они смотрят очень смиренно на жизнь, а другие — «Аллы!» Они живут, как хотят, блин. Синички полкам чирикуют. Они встают рано, утром начинают молиться, все. Они синички, они смиренно на жизнь пройдут. «А есть здоровые! Они ложатся спать, когда хотят!» Ну, значит, вот проблемы. Ведь с судьбой нельзя шутить. То есть, есть ритм жизни. Солнце и Луна создают ритм жизни человека. Нельзя ничего сделать с этим. Луна восходит, как только она восходит на горизонте, вечер наступил. Значит, надо уделять время семье, любить всех. С любовью говорится с близкими людьми. Не надо указывать на проблемы близких людей, потому что, когда с любовью общение есть, проблемы все сами скрываются, не означают. И близкие люди думают, как решают. Они понимают, в чем проблема. Если они общаются друг с другом с любовью, то общение должно быть направлено на что-то другое. Поэзия, искусство, культура, духовность, общение означают их так. С нежностью надо разговаривать с близкими людьми. Не надо ни детям, ни жене втулять мозги. Просто в вечернее время означает обмен любовью. Есть проблемы в семье, всегда есть. Не надо их обсуждать. Надо просто любить друг друга. Они будут сами скрываться и решаться. Без всяких проблем. Все будет понятно. Ночь наступила, надо спать. Или зачинать детей. Дети тоже ночью зачинают. Значит, вы наказаны временем. Наказаны означает, что будете болеть все больше и больше, пока Бог вам не даст другую работу. Все. Если вы чувствуете, что неправильно работаете, уже ищите сразу. И молитесь, Бог даст. Человек не может найти себе работу. Бог даёт работу. Как найти? Веди, найди работу. Не может. Бог дал, нашла. Если Бог дал, то значит наказано. Надо работать там. Ничего не сделаешь. Что делаешь? Без штанов оставаться. Боюсь больших записок. Как вижу, страшно с тобой. Сколько читать? В 27 лет увидела сон и поняла, что я нахожусь на том свете. Я попросила меня не забирать, так как хочу выйти замуж и родить ребёнка. Мужской голос ответил. Хорошо. У тебя есть время до 45 лет. 28. Вышла замуж. 36. Родила сына. В августе в 1100 не будет 45. Что это значит? Поднимите л-9. Кто написал? Как я отлично вашу. А? Кто? 45 вам будет. Что значит, что вам будет 45? Как минимум 20 лет еще будет жить. Как минимум. Вы очень внимательный человек. И не только в сон этот уверен. Еще много во что. Это означает полезный. Просто психика так. На стороне все. Больше ничего не значит. Не вижу смерти вот такой. А даже если бы видел, то это тоже не значит, что она обязательно будет. Человек может молиться, и она не во наступит. Вот так неожиданно. Если смерть увидена, ну то есть ее обнаружили, значит, что это не непреклонная судьба. Потому что когда непреклонная судьба, смерть никто не может обнаружить. Если смерть крайняя, только святым людям об этом докладывают. Все остальные не могут об этом узнать. Никто не видит ее. Смерть самая независимая на этом свете. Это личность. Это женщина. Я ее видел. Она в белом одеянии такая, у нее глаза закрыты. Потому что ей это говорится, если глаза от смерти видишь, значит умираешь. Она закрывает. Чтобы кому-то показать себя, она закрывает. У нее коса. Косой она вытаскивает душу из тела. Ну как коса такой инструмент. Она холодный свет от нее идет. Очень красивая. Очень красивая, благородная. Не такая вот как там рисует. Красивая речь. И когда она приходит к человеку, человек расслабляет. У него он успокаивается. У него проходит все беспокойство. У него улучшается температура, сон. Болезни все перестают беспокойствовать. За три дня до того, как он должен тело оставить, все расслабляется. Он не чувствует никаких проблем. Она приходит всегда со спины. Когда страдания, она когда приносит человечеству страдания, она тоже идет со спины. Никто не знает, когда она придет. Когда все орут. Это значит, что она не придет. Когда она приходит, ничего не видно, ничего не слышно. Все живут в счастье. Все плавится в счастье. А человек-то не видит, нет? Нет? Никогда не видит. Я, допустим, увидел, но когда мать придет, я не увижу. Но если человек очищается полностью, она приходит к нему и докладывает, в такой-то день, в такой-то час я к тебе приду. И он знает уже, гроб себе колотит, ложится к нему, привыкает к земле. Так себе рады, что делал. Понимаете, святые люди знают все, но они не дебятся. Потому что они знают, что смерть это очень благородно, очень возвышенно. И поэтому не надо об ней трепаться вообще. Но если вам что-то сказали, то дух к вам приходил. Понимаете, просто он вас обманул. Духи обманывают часто, приковывают себе. Потому что когда дух сильно напугает, человек всю жизнь об этом думает и кормит этого духа. Раз он этого кормит духа, значит, он дух этим живет. Поэтому духи любят пугать. А не сильно напугал человека, значит, питаешься его энергией дальше всю жизнь. Понимаете? 45 лет вы это понимаете. Никаких шансов вам поделять. Нет, нет, рядом. Да, у меня пациент тяжело болен и говорит, я хочу вас полечиться. Я смотрю сзади него, если есть вот это белое, я эту энергию чувствую хорошо, есть это беленькое. Пришла, я говорю, я вам помочь не смогу. Она как бы уже, это называется, предначертание. То есть человек уже все. У него уже, то есть она появилась, ничего сделать невозможно. Все, уже есть, как бы дата смерти определена, все, до свидания. Если не появилась, можно вылечить еще человека. Значит, еще все как бы меняется. Я не знаю, но уже все, уже как бы штамп поставлен. Это период неизвестен. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...